В эфире студия «Репортер». Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. В Одессе мать на трое суток оставила своих малолетних детей в квартире с антисанитарными условиями на попечении невменяемого человека. О судьбе этих и других детей из неблагополучных семей будем говорить с начальником службы по делам детей Одесского городского совета Ириной Дамаскиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Что известно на сегодняшний день о состоянии этих ребят и какова их дальнейшая судьба? На примере этих детей я проговорю всю эту процедуру, которая проходит в том случае, если мы находим тех детей, которые остались без родительского попечения. В отношении этих детей 18 октября сотрудниками полиции было сообщение направлено в наш территориальный отдел. В городе Одессе есть 4 территориального отдела службы по делам детей, и они находятся в районах администрации. И территориально они близко находятся, и незамедлительно наш сотрудник выехал по адресу, указанному, это Днепропетровская дорога 96. И действительно были дети, трое детей находились в возрасте 3 года, 2,5 и 1,5. Дети, которых оставила мать, на ту женщину, которая потом представила, что она выполняла функции няни. По той информации, которая на сегодняшний день, мы в правоохранительных органах интересовались, личность детей установлена, личность матери установлена, личность хозяйки квартиры установлена. Эти женщины вели антисоциальный образ жизни. Поэтому вопрос возврата детей этой матери, он достаточно будет стоять, достаточно конкретно будет стоять и достаточно будет сложным сам процесс. Потому что мама, уже прошло более двух недель, мама в службу по делам детей, по вопросу возврата детей не обратилась. Поэтому уже первое впечатление, что судьба ее собственных детей ей неинтересна. Что действия нашей службы по социальной защите этих детей следующее? Мы личность установили детей, мы заказали в отделе государственной регистрации граждан оригиналы свидетельств о рождении, мы уточняем информацию об отцах этих детей, определенные справки заказали. После того, когда будет информация нам предоставлена, мы будем ходатайствовать о определении детей до трех лет, это двое детей, они будут определены в детский дом. Буквально к концу недели, уже в отношении ребенка, который старше трех лет, он будет переведен в Центр социально-психологической реабилитации, который действительно выполняет функции и по реабилитации, временному пристанищу детей, которые оказались без родительского попечения. К сожалению, в последнее время все чаще мы узнаем о таких случаях. Как вы думаете, в связи с чем это связано? Одесса достаточно сложный город в этом вопросе. Почему? Потому что нам на службе очень тяжело контролировать город, в котором постоянно большое количество людей мигрирующие. То есть приезжают люди на заработки, приезжают люди, в большинстве слов это из Одесской области, которые хотят либо устроить свою жизнь, либо какие-то средства к существованию, они либо связываются с такой же группой, антисоциальной группой, снимают у них квартиры, доверяют им собственных детей, либо, как случай показал в Киеве недавно, мама снимает квартиру, оставляет детей и, в общем-то, не выполняет должным образом свои функции родителя. Ваша служба осуществляет рейды по таким неблагополучным семьям. Как часто это проходит? В какой форме это проходит? Прежде всего я скажу, что служба по делам детей ведет учет детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. То есть терминологию неблагополучную мы не используем, это те семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Для того, чтобы узнать эту семью, нам этой семье необходимо, чтобы кто-то сообщил. То есть мы получаем ежедневно информацию от разных источников. То есть нам информируют правоохранительные органы, медицинские учреждения, учебные заведения и неравнодушные граждане. Вот в данной ситуации, вот в отношении этих детей, никаких заявлений не поступало от неравнодушных граждан. И вот тоже я пользуюсь уже случаями, и говорим на эту тему, что те соседи, чтобы они достаточно пристально наблюдали за теми квартирами, они же, каждый знает своего соседа, те квартиры, которые сдаются. Потому что в любой момент там может оказаться мама с детьми, чтобы они просто были наблюдательными и своевременно сообщали в службу по делам детей. Тогда мы будем уже выходить, беседовать и оценивать ситуацию. Но вот в отношении рейдов. То есть когда нам сообщили, у нас есть плановые рейды в четырех районах. Да, в зависимости от того количества информации, которая к нам поступила. Они могут быть и два раза в неделю, то есть в зависимости. И всегда составляется план этого рейда. Посущаются те семьи, которые уже состоят на нашем учете. Проводится профилактическая беседа. Мы проверяем, какая ситуация, не изменилась ли в худшую сторону, не дай бог, чтобы принять определенные действия со своей стороны. И новые семьи, которые появились, мы выезжаем, даем оценку, наши сотрудники дают оценку тому, что происходит в семье. И если есть факты, которые подтверждают уклонение родителей от своих обязанностей, мы их ставим на свой учет и в дальнейшем систематически наблюдаем за ними. И в случае ухудшения уже принимаем радикальные меры, которые мы называем отбирание с лишением родительских прав. Отбирание и второй вариант без лишения родительских прав. Ну вот эти профилактические беседы, на ваш взгляд, насколько они полезны? Какой-то результат они положительный дают? Они, конечно, эффективны, потому что в наших рейдах участвуют, кроме сотрудников службы по делам детей, сотрудники Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи. И в основном там работают психологи. И когда приезжает и сотрудник службы, который, в общем-то, больше достаточно жестко разговаривает, потому что есть какие-то факты невыполнения, то есть мы жестко указываем у нас, наша такая работа, то сотрудники Центра социальных служб, они пытаются эту проблему помочь решить. То есть они анализируют, какая проблема в семье, или трудоустройство, или еще какая-то психологическая помощь, они предоставляют свои социальные услуги. А на основании чего сегодня можно лишить родительских прав? Ну это регламентировано Семейным кодексом, статья 164. Наши отношения — это крайняя мера, поэтому те разговоры, которые ходят о том, что лишаются родители очень легко и так далее, это достаточно сложный процесс. Окончательное решение принимает суд. И в статье 164 семейного четко прописаны все те случаи, в которых, конечно, основной вопрос — это уклонение от выполнения своих родительских обязанностей. Это еще те случаи, когда родители оставляют детей, мать оставляет в роддоме или в медицинском учреждении, его в полгода не забирают, насилие по отношению к ребенку и так далее. То есть основная, конечно, причина — это не отклонение. В каждом конкретном случае это будет индивидуально рассматриваться. И другая, то, что тоже есть причиной, и в большинстве случаев — это, конечно, хронические заболевания. Это алкоголизм и наркомания. Здесь, если есть подтверждение, то, в общем-то, судьи достаточно принимают такие решения в отношении лишения родительских прав. Ну, в последнее время мы часто узнаем о таких случаях, вот как, в частности, этот про троих детей, от волонтеров. Поэтому вот вопрос такой к вам. Вы как-то взаимодействуете с волонтерами? Я волонтеров не выделяю как-то в определенную категорию. Мы сотрудничаем и с волонтерами, мы сотрудничаем и с общественными организациями, и с неравнодушными гражданами. То есть я могу их объединить и назвать общим словом, то есть это активисты. Но, в общем-то, у нас разные взаимоотношения. Мы живем в одном городе, мы друг друга знаем, мы каждый понимаем, кто какую функцию выполняет. И если нужна их помощь, в общем-то, в отношении тех детей, которые остались без родительского попечения, механизм устройства, они знают. Они попадают в определенные учреждения, эти дети, где, в принципе, эти учреждения всем обеспечены. Поэтому какой-то дополнительный сбор средств, дополнительные медикаменты, это, в принципе, не так уж не первостепенно стоит. То есть они инициативу свою проявляют, но в каждом отдельном случае, если что-то необходимо, им проговаривается. Ну, конечно, бывают такие факты, и вот такая ситуация была, когда вот мальчишка Вова, которого нашли тогда на улице Наклоны, когда, в общем-то, волонтеры пытались уже участвовать в устройстве этого ребенка, то есть они функции службы уже пытались выполнять. В таких случаях нам, конечно, приходится объяснять, на кого возложено фальце устройства детей, служба по делам детей, и чем могут непосредственно они помочь. А что говорит статистика? Вот с каждым годом количество этих семей, которые оказались в сложных условиях? Эта статистика есть, и на сегодняшний день у нас на учете 350 детей. Я проанализировала за 9 месяцев прошлого года количество тех детей, которые были поставлены в прошлом году на учет. Я могу сказать, что у нас на 30% количество детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, увеличилось на учете. То есть количество и семей, и детей, в отношении которых необходимо пристальное внимание службы по делам детей, увеличилось на 30%. Вот вы сегодня уже говорили о неравнодушных гражданах. Что нужно делать, куда обращаться людям, если они узнают про вот такие вот факты, когда дети, и есть вред их здоровью или жизни? То есть мы здесь должны рассмотреть две ситуации. Если соседи наблюдают, что ситуация в семье усугубляется, что необходимы сотрудники службы, чтобы пришли и какую-то работу провели профилактическую, то непосредственно они обращаются в службу по делам детей с заявлением. И около 30% заявлений у нас поступает именно от неравнодушных граждан. Мы выходим, проверяем ситуацию. По статистике могу сказать, что за 9 месяцев мы получили 560 обращений, где тем или иным образом указано, что родители не выполняют свои родительские обязанности. И только в 210 случаях ситуация подтвердилась. То есть бывает это ложные вызовы, да? Да, ложные. А какие именно ложные? Это, к сожалению, детей используют между собой, когда родители какие-то имущественные споры, когда они могут достаточно цивилизованно развестись, решить какие-то свои имущественные вопросы. И когда есть квадратные метры, есть соседи, и идет война в частном секторе за какую-то определенную территорию. После того, когда мы проводим определенную проверку, мы просто видим, что действительно причины были обращения именно эти. А если вот на сегодняшний день есть неравнодушные граждане, которые хотят помочь детям, которые оказались в сложной ситуации, какие законные способы существуют? Вот я имею в виду опека, патронат. Ну, помочь неравнодушные граждане. Даже пример вот этих детей показал, вот эти трое детей, они на сегодняшний день находятся в инфекционке. То есть я о ней еще не проговорила, что все дети, которые по состоянию здоровья, например, какие-то медики, ну, как, опасаются за их здоровье, за их состояние. И дети до трех лет мы определяем в инфекционную больницу. Дети старше трех лет мы определяем в наш центр социально-психологической реабилитации. И у нас отсутствует, и я уже об этом говорила неоднократно, отсутствует неорезованное право детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, на семью. Их право они не могут реализовать, потому что у нас отсутствует, и нет, и не созданы на сегодняшний день в городе патронатные семьи. И когда вы говорили о моих взаимоотношениях с волонтером и с общественной организацией, я уже обратилась и к волонтерам, и обратилась и вообще к общественной организации, и вот с экрана говорила, в феврале месяце, и обращалась к неравнодушным гражданам, тем людям, которые хотели помочь, дети, мы их просим, чтобы они, ну, прежде всего, подумали об этом. Что, если я хочу помочь ребенку и создать на базе своей семьи патронатную семью. То есть это семья, которая будет на работе у государства, которая будет получать зарплату, будет получать социальную помощь на ребенка. И в том случае, если дети оказались в сложных жизненных, оказались без родительского попечения, и нам надо вот сегодня их определить, мы будем их отвозить не в инфекционную больницу, а мы будем в эту патронатную семью. Ну, там есть ряд определенных требований, да. Поэтому обращалась ко всем, которые особенно критикуют, что вот такой наш чиновничий механизм и система государственного устройства. Но на сегодняшний пока не обратилась ни одна пара по вопросу создания. А в Одессе такие семьи необходимы. И есть у нас в интернатных заведениях дети, это более 220 детей, которые ждут и родителей, ждут, то есть это потенциальными усыновителями обращаются, ждут опекунов, ждут наставников, какая-то категория детей. То есть дети до 5 лет, они усынавливаются без вопросов, потому что не скрою, все хотят усынавливать здоровых и маленьких детей, чтобы дети привыкли и участвовать в их воспитании, и таким образом. А те дети, которые старше 10 лет, те дети, которые имеют братьев и сестер, вот пока такая ситуация, что очень сложно им подобрать усыновителя, опекуна и наставника. Будем надеяться, что таких людей будет появляться больше. Я думаю, что я к Одессе там обращаюсь, много неравнодушных, и чтобы к нам почаще обращались и все-таки подумали о той возможности, о чем могу помочь я. И не только подумать, прийти, мы познакомим, мы расскажем, отправим в центр, потому что подготовка занимается Центр социальных служб для детей, семьи и молодежи. И у них есть тренер, который прошел обучение и который сейчас имеет все документы и все основания для того, чтобы обучать именно эту патронатную семью. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был начальник службы по делам детей Одесского городского совета Ирина Дамаскина. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере.